Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Перед предстоящим авиадарцем мы пригласили одного из организаторов конкурса Попова Сергея Алексеевича, старшего инспектора летчика отделения боевой подготовки. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Алексеевич, вот сейчас идет наверняка большими темпами подготовка к предстоящему авиадарцу. Все ли участники прибыли и вся ли техника прибыла? На данный момент еще не все. Сегодня, я надеюсь, будет крайний день, когда прилетит команда с Казахстана. Сейчас самолеты уже на данный момент садятся. А представители, мы скажем, команд Белоруссии и Китая уже прибыли вчера и позавчера. Сколько всего будет участников на предстоящем авиадарце и какую технику ждать рязанцам? Ну, вы знаете, общее количество, по определенным подсчетам, это будет больше тысячи человек базироваться у нас в Рязани, на аэродроме, мы скажем, Дягилева. Авиационной техники с учетом запасных и резервных бортов будет порядка 70 бортов. А по родам будут представители всего и бомбардировочная авиация, истребительная, военно-транспортная, дальняя и армейская авиация. То есть по всем типам воздушных судов. Какого шоу ждать рязанцам? Вы знаете, накал, я думаю, не спадет с предыдущими годами. Каждая команда стремится, мы скажем, занять первое место. Я так думаю. И сами знаете, что сейчас на международном этапе будут представлены лучшие из лучших, что от нашей, от российской команды, что, я так понимаю, и от команд Китая, Казахстана и Белоруссии. Поэтому накал страстей будет только разгораться. Сам конкурс Авиадарц пройдет в несколько этапов. Что это будет за этапы? Предварительный этап, это когда все команды собираются на аэродроме Рязань. Сейчас в ближайшие дни с конкурсантами пройдут занятия. Сами понимаете, прилетят иностранцы. Мы им расскажем о том, где мы базируемся, где будут выполняться полеты. Расскажем о полигоне Дубровича. То есть готовить будем к этим полетам. А сам этап, если глобально разбить на какие-то подэтапы, это 3-го числа должна быть жеребьевка уже. Жеребьевка, это когда команды выходят, есть такой специальный лототрон, вытаскивают шары. А в шарах будет очередность выполнения полетов и цели. То есть цели, мы скажем, там много на авиационном полигоне, а какая цель, кому попадется, будет уже в этом шарике. А дальше будет, как обычно, 5-го числа открытие. Открытие, это будет у нас там построение на аэродроме. Ждем, как положено, заместитель главного команды воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Юдина у нас на это открытие. Дальше после этого будет, значит, первый этап, это сдача физической подготовки. Там будет несколько дней быть выделено, где спортсмены, как мы, скажем, называем наш летный состав, будут соревноваться командой. Это, значит, в подтягивании, это силу проверяться, это плавание 50 метров, это баскетбольный тест, где там смотрится, мы скажем, ловкость, мы скажем, умение кидать в кольцо. И, как положено, в конце это гимнастическое колесо. Там есть определенные тоже требования по времени вращения в двух плоскостях. Вот такое. А дальше будет уже сама вот эта летная практика, там будет 3-4 смены, где летчики будут выполнять технику пилотирования. Это там пилотаж, это разведка, это боевое применение, десантирование. Вот такие главные этапы будут. И закрытие 17 числа планируемое. Что такое гимнастическое колесо? Ну, это обычное колесо, которое вращается вот в этой плоскости. Там задача, мы скажем, конкурсанта, это за определенное время сделать 10 оборотов в одну сторону, оперативно остановиться и сделать 10 оборотов в другую сторону. Есть время. Вот надо в это время вложиться, заработать баллы. Чем быстрее ты открутишь, тем будет максимальное количество баллов. Если возвращаться к этапу с физической нагрузки, то вот баскетбол и гимнастическое колесо вызывают некоторые вопросы. Вот как это, для чего пилотам? Что такое баскетбол? Баскетбол это посмотреть глазомер летчика, как он там, не только летчика, а экипажи, то, что кто-то выступает экипажами. Это ловкость его, это умение владеть мечом, но оно нужно. А гимнастическое колесо, это все мы знаем, что основная авиация, что у нас в России, это выполняет фигуры высшего пилотажа, это вот эта пространственная ориентировка. И вот это оно и тренирует, чтобы летчик в воздухе не терялся, мог выйти в любой ситуации, в любой словно обстановке, в воздухе. Оно нужно. А также будет шоу «Авиамикс», что будет там? Ой, в этом году, я так думаю, с каждым годом все сложнее и сложнее. Как обычно, это, как мы говорим, это тактический эпизод, где будут представлены самые лучшие образцы, мы скажем, современной авиационной техники, которые являются, мы скажем, основными самолетами военно-воздушных сил России. И все будут там, и бомбардировщики, и армейская авиация, и военно-транспортная авиация. То есть будет очень красивое шоу. Участникам «Авиадарца» предстоящего предстоит соревноваться в нескольких номинациях. Что это за номинация? Ну, грубо говоря, все самолеты и участники поделены на рода. Рода такие, это как истребительная авиация, там будет одна номинация разыграна. Это бомбардировочная авиация, вторая номинация. Это армейская авиация, там будет подразделена на боевые вертолеты и транспортные боевые вертолеты. Это штурмовая авиация. И, как правило, заканчивают дальняя авиация и военно-транспортная авиация. Представители Российской Федерации заявлены во всех номинациях? Да, у нас команда заявлена во всех номинациях. А вот представители других команд, там в силу никаких обстоятельств, представлены только основными. Вот, конечно, команда Китая представлена тоже во всех номинациях, кроме у них не будет, мы скажем, армейской авиации, они без вертолетов в этом году. А раньше были с ними? Нет, и раньше их не было. Это когда мы летали два года назад в Китай, вот там у них армейская авиация была представлена тоже на их конкурсе. — Представители других команд заявлены во всех номинациях, если судить по наполняемости, или есть какая-то номинация, которую занимают только российские войска? — Нет. Мы скажем, вот с этих трех команд все равно есть представители по всем номинациям. То есть где-то, может быть, хватать не будет штурмовой авиации, зато у них есть армейская авиация. То есть если взять эти трех команд, то в каждой есть что-то свое, имеется в виду, какая-то составляющая наполняющая, а где-то что-то не хватать не будет. Но Россия представлена во всех номинациях. — Если я не ошибаюсь, авиадарц проводится уже в пятый раз, четыре из которых он проходил на Рязанской земле. Всегда ли традиционный был состав? Это Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан? — Вы знаете, по-моему, первоначально, память не извиняюсь, первоначально была Россия, Белоруссия, Китай. Потом Казахстан присоединился во второй раз. Что-то не было. А вот сейчас вот такая вот связка образовалась. Я знаю, что в том году заявлялся Иран. Что-то планировалось тоже у нас выступать, соревноваться с нами. Но, я не знаю, по каким-то объективным причинам они не смогли в этом году предоставить свою команду. Ну, я надеюсь, в следующем году, если все будет удачно, и новые участники появятся на авиадарце. — А кто самый серьезный соперник для России? — Как всегда, я считаю, Китай. Не буду обманывать. У них, во-первых, команда, наверное, самая многочисленная сюда прилетела. Летели, понятно, что издалека. И по опыту прошлых лет, скажем, достойный противник соревнований. — Но вот вы говорите по опыту прошлых лет. Например, в прошлом году. Насколько близко Китай к нам подошел, если не обошел вовсе? — Я вам расскажу. Решали сотые баллы. То есть, не было отрыва в десятки баллов. То есть, один-два балла решало первое-второе место. Поэтому, я считаю, противник достойный. — Сейчас на Рязанскую землю приехали, как вы говорите, больше тысячи человек из разных стран. Как их размещать? Где их размещать? Где размещать их технику? — А вы знаете, я так понимаю, у нас в городе очень много гостиниц. Все размещены уже. Мы, скажем, проблем с размещением нет. Техника вся уже стоит на аэродроме. Все там места распланированы. Вот сейчас, я так понимаю, до обеда прилетит последняя техника авиационной команды «Казахстан». Всем место нашлось. — Есть какая-то культурная программа для участников? — Конечно. То есть, все спланировано. В культурной программе, как положено, будет посещение рязанских исторических мест. Мы знаем, у нас есть что в Рязани показать. Это планировалось и Есенинские места, и Рязанский Кремль, и наши в городе различные музеи, краеведческие и все остальные. Я так понимаю, что где-то будут проходить у нас в августе День города, и концерт будут туда приглашены люди тоже, пока не так планировалось. То есть, культурная программа есть, я так думаю, она пройдет на высоком уровне. — А есть ли те участники, которые участвуют в «Ядарсе» уже не первый год, и к которым все знакомо? — Вы знаете, в российской команде есть, обмануть не буду, но их очень мало. Основная составляющая — это, конечно, там уже ограничения, 35 лет, не более. Основная составляющая — это уже молодежь. У нас, перед тем, как попасть на четвертый этап, вот сюда, к нам, в Рязань, все знают, что в Крыму в мае месяце проходил третий всероссийский этап. Вот там отобрали лучших из лучших. — Рязанская погода в последнее время сильно не балует, наверняка сильно отличается от Крыма. Как-то погодные условия могут помешать? — Понятно, что авиация и погода тесно связаны. Конечно, желалось хотя бы, чтобы было синее небо и солнышко светило, а облако было поменьше. Но будем стараться. Стараться будем, что у нас есть, мы скажем, и резервные дни. То есть, если погода в этот день, ну, как сказать, не будет на нашей стороне, то на следующий день слетаем. Ну, конкурс пройдет, пройдет конкурс. — Вы сейчас организатором. Доводилось ли участвовать в каких-то предыдущих авиадарцах? — Вы знаете, лично я не участвовал в том смысле, как, ну, скажем, участник этого. Я был всегда в составе команды или судьей, или где-то был старшим командой. Я знаю, что вот от нас от Рязани был первый авиадарц, который проводился, был наш экипаж, который занял первое место, мы скажем. Поэтому у нас был сильный экипаж. Ну, и сейчас представлены на данный момент лучшие из лучших. — Один из авиадарцев проходил не в России, а в Китае. Вы были там? — Да, это было, если понять не изменяясь, в 2017 году. Также в конце июля наша команда перебазировалась в Китае. В Китае были представлены у нас тоже все номинации, по всем номинациям наша авиационная техника. Базировались мы там на двух аэродромах. Сама программа, имеется в виду, по выполнению полетов, она, похоже, наша была. Потому что само положение конкурса предусматривает, что это наш конкурс, наш конкурс. И все правила, которые там определены, это наши правила, и Китай их должен был придерживаться, он их придерживался. — Есть ли какие-то отличия китайского аэродрома, китайского неба от нашего? — Знаете, я честно скажу, если, как сказать, вот сказать, что ты находишься в Китае, и не видишь, что рядом с вами находятся китайцы, скажу, что это обычное, какое-то южное, где мы там были, южные российские места, такие же деревья, такая же, ну, все одинаково, не буду обманывать, все нормально. — Как в 2017 выступала российская команда? — Очень хорошо. В командном зачете мы заняли первое место. — Сейчас предстоящий турнир авиадарца, который стартует в августе. Вот расскажите некоторые детали, если можно, как готовится российская команда? — Ну, если жители города заметили, что весь июль здесь каждую неделю четыре смены выполнялись в полеты. Наши участники выполняли тренировку, отрабатывали свое мастерство в боевом применении, в технике пилотирования. Ну, я думаю, итог будет, наверное, первое место, думаю, железо должно занять мы. Ну, по крайней мере, я так думаю. — Ну, а все-таки вот какие-то такие детали, там, тренировок, как готовят по физическим нагрузкам, как готовят по полетам, какие задачи ставятся перед пилотами? — По полету, вы знаете, это наша работа, грубо говоря. Тем более сейчас участники не все молодые, в самом соку находятся. — Это физическое, если взять физическое составляющее, кроме как полета, в любые дни у нас всегда выезжают наши летчики в бассейны, где постоянно плавают, крутят чуть ли не каждый день гимнастическое колесо, подтягиваются. Ну, я так думаю, что форму физическую набрали, мы скажем, на максимальную. Сейчас самое главное, только не переусердствовать и достойно выступить через неделю уже на тех, мы скажем, зачетах, когда будет уже оценена физическая подготовка по плану проведения конкурса. — На Авиамиксе, возвращаясь к Авиамиксу, будут ли какие-то, будет ли участие знаменитых российских экипажев, как те же самые стрижи? — Да, да. Планируется, как положено. Это Кубинская авиационная группа выполняет свой одиночный пилотаж, групповой пилотаж. Это Торжкасс-центр, это знаменитый Беркут, это тоже будет выступать. Ну и самые опытные рядовые летчики будут выступать. Это лучшие из лучших авиаций, скажем, ВКС с разных аэродромов, будут показывать себе выполнение боевого применения и пилотажа тоже. Посмотрите, будет очень интересно. — Есть какие-то у вас свои собственные приметы перед началом Авиадарца? — Я в приметы, конечно, не верю. Ну, по тому духу сейчас, что, мы скажем, у нас находится на родном Рязани, он такой у всех боевой, все находятся с задором таким. Я думаю, все нормально будет. — Сергей Алексеевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова